Всем привет, с вами Фантом. Большинство обычаев и ритуалов, которые по сей день сохранились в нашем обществе, содержат в себе довольно безобидные традиции. В отличие от других, менее известных, но несущих в себе особую жестокость и чрезмерную опасность для жизни человека. В этом топе я расскажу вам про 7 страшных и жутких традиций. Но прежде чем начать, я посоветую вам канал. Сумасшедшие пранки, социальные и психологические эксперименты, скетчи и многое другое. Все это канал по-сочински перезагрузка. Простые парни без понтов и выпендрежа делают позитивные ролики. Заходите и подписывайтесь на их канал, ссылка будет под роликом. Вот теперь пришло время рассказать вам про жестокие и опасные традиции разных уголков нашей планеты. Поехали! Седьмое место. Сбрасывание младенцев со скалы. В Индии штат Махараштра. В храме Гришни Шворы по сей день практикуются самые страшные ритуалы мира. Например, сбрасывание младенцев с 15-метровой высоты. Жутковато, не правда ли? Но с каждым годом количество желающих подвергнуть своего ребенка этому обряду лишь увеличивается. Нет, детей, конечно, не убивают. Ритуал заключается в том, что нагого малыша поднимают на 15-метровую высоту и бросают. Внизу его ожидает папа и его дружки, которые с развернутой белой простыней ловят младенца. Считается, что ребенок, прошедший такой ритуал, в будущем будет обладать умом, удачей и здоровьем. Однако страшный факт в том, что за последнее время разбилось три ребенка. Шестое место. Съедение трупов. Акхори – индийские аскеты, питающиеся трупами и экскрементами. Они практикуют страшные вещи, такие как манипуляции с трупами и черепами, жизнь на местах кремации, употребление в пищу разложившихся останков животных и даже людей. Все это они делают якобы для того, чтобы избавиться от страха перед собственной смертью. Им приписываются даже более отталкивающие привычки. Они едят гнилую плоть трупов, экскременты и пьют мочу, медитируют, сидя на трупе, окружают себя предметами смерти, такими как человеческие черепа, из которых они пьют и с которыми проводят магические ритуалы. Языки у них черные и обожженные. Ведь когда Акхори едят то, что осталось от сгоревшего трупа, они подбирают его с раскаленных углей ртом, чтобы избежать прикосновения руками. Потому что это может оказаться труп женщины, до которых им запрещено дотрагиваться. По словам этих странных для нас людей, если бог сотворил этот мир, значит каждая часть его творения священна. Значит не может быть в нем чего-то мерзкого или отвратительного. Пятое место. Идущие трупы. В индонезийском городе Тараджи практикуется жуткий ритуал черной магии. Один из таких на самом деле будоражит сознание. Как бы это странно ни звучало, но по утверждениям местных жителей, трупы там сами идут в свои могилы. А происходит это потому, что кладбище находится довольно далеко в горах. Поэтому местные жители просят помощи у черных колдунов, которые на время оживляют умершего. И он самостоятельно следует к месту своего захоронения. Члены племени Тарайи редко бывают похоронены в земле. Чаще всего они покоятся в гробницах, сооруженных в близлежащих скалах. Или в деревянных гробах, подвешенных в горах. Важным условием ритуала оживления трупа является то, что никто не должен до него дотрагиваться. Иначе он упадет и больше не встанет. Звучит, конечно, абсурдно, но жители тех мест верят в это. Четвертое место. Варежка с ядовитыми муравьями. Индейцы Южной Америки посвящают своих сыновей в мужчины необычным образом. Для этого будущий мужчина должен поместить свою руку в своеобразную варежку с самыми ядовитыми муравьями в мире. Рука должна пробыть там не менее 10 минут. Чаще всего такой ритуал приводит к почернению руки или временному параличу. Самое страшное, что после такого посвящения большинство умирает от болевого шока. Если мужчина изъявил желание стать настоящим воином, он должен пройти эту процедуру более 20 раз. Несложно догадаться, что до 20 раз вряд ли кто-либо доживет. Третье место. Избавление от надоевших стариков. Эскимосы в плане традиций тоже весьма своеобразный народ. Когда они устают ухаживать за своими престарелыми родственниками, они отводят старого беспомощного человека к океану и располагают его на айсберге, где тот и обречен сидеть, пока не замерзнет или не умрет от голода. Некоторые не ждут своей кончины, а сразу бросаются в ледяную воду. Второе место. Сжигание жены вместе с мертвым мужем. К счастью, этот страшный ритуал запретили еще в начале 19 века, так как это настоящее зверство. Тело умершего в Индии принято кремировать, то есть сжигать. Но как вы уже поняли, если он был женат, то сжигали не его одного. Женщина должна была надеть самый красивый наряд, обойти горящего мужа 7 раз и присоединиться к нему. Да-да, сгореть с ним заживо, чтобы продолжить жить вместе с ним на том свете. Первое место. Самомумификация. Традиция зародилась в Японии в конце 19 века. Японские монахи, видимо, считали, что если много лет подряд вести определенный образ жизни, следуя специальным духовным практикам, можно гарантированно создать из собственного тела самые настоящие нетленные мощи. Процесс это был длительный. Для начала монах на протяжении тысячи дней питался исключительно орехами и семенами, запивая скудную пищу чистой родниковой водой. При этом он совершал тяжелую физическую работу, пытаясь избавиться от всех жировых отложений в теле. В течение следующих тысячи дней необходимо было избавиться от жидкости в организме. Для этого монахи питались исключительно корой деревьев и кореньями, запивая их уже не водой, а ядовитым чаем из сока дерева уруши. Тех, кто выдерживал вторую тысячедневку ядовитого поста, помещали в каменный склеп, специально созданный под пропорции тела каждого из монахов. Причем в индивидуальном каменном мешке монах мог находиться исключительно в позе лотоса и не имел возможности даже пошевелиться. Ему оставляли трубку, через которую он мог дышать, и нитку с привязанным колокольчиком, чтобы замурованный монах мог ежедневно оповещать братью, жив ли он. С того момента, как монах переставал звонить, отсчитывали еще тысячу дней и лишь затем вскрывали каменный мешок. Считалось, что внутри окажутся нетленные мощи, но на деле из вскрытой каменной полости, как правило, выпадало обезображенное полуразложившееся тело с гримасой ужаса на лице. Хотя нельзя сказать, что положительных случаев мумификации не было вовсе. Они были, но их число составляло не более 10%, тогда как обезображенные тела извлекали из склепов сотнями. На этом топ подходит к концу. Людская глупость и жестокость не признают никаких границ. Это доказывают некоторые религиозные ритуалы и обычаи, которые якобы прославляют Бога и учат детей уму-разуму. Создается впечатление, что многие эти ритуалы были придуманы психически нездоровыми людьми. На этом все. С вами был Фантом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok